Говорят, что мужчина от мальчика отличается лишь ценой игрушек, в которые они играют. Точные пневматические копии реального боевого оружия, полная экипировка и территория полигона площадью километр на километр. Здесь разворачиваются настоящие боевые действия с одной лишь особенностью – по правилам, предусмотренным определенным сценарием. Поиграть во взрослую войнушку сюда, на полигон сортировка, взрослые мальчики приезжают почти каждые выходные. Сначала на тренировки, потом на игру. На этот раз она приватная – всего 12 команд и около 100 человек. Приглашенным игрокам из Ивановской, Ярославской, Костромской и других близлежащих областей только в радость проводить свои выходные таким образом. Получаем адреналин, отдых активный и разгружаемся после работы, неделю на работе, месяц. Здесь приехали, отдохнули, стало хорошо, легко, как будто на отдых съездили. Вообще, игра в войну – это своеобразный способ нейтрализовать свои негативные эмоции и агрессию, хотя и кажется, что участникам это вовсе не нужно. Это больше не потребность играть в войнушку, это больше потребность побыть на природе. Во-вторых, это хорошая физическая подготовка. Стройнее шаг! Стоит воспринимать это увлечение примерно так же, как футбол или что-то в этом духе. Это активный вид спорта. Люди, так скажем, выпускают парк. После этого возвращаются сюда, общаются, рассказывают друг другу истории, которые интересные произошли во время боя. Боевые действия на этот раз развернулись между Северной и Южной Кореей. В зоне конфликта расположено семь точек для захвата. За каждую захваченную базу противника команда получает баллы. Для оповещения того, что точка взята, используется вот такая сигнальная ракета. В ориентировании на местности помогает карта. Она есть у каждого бойца. Пулеметы, снайперки, гранаты. Пусть и копии настоящих, но все равно с ограничениями по мощности поражения. Игровое оружие здесь значительно отличается от, например, пейнтбольного, где сразу видно, кто ранен или убит. Здесь же игра ведется на честность. Попали шариком или очередью, игрок должен упасть на землю в ту же секунду. Это ранение. Теперь он обязан надеть красную повязку и кричать слово «медик». На помощь приходит товарищ с бинтом. По правилам игры, участники, раненые на поле боя, в течение 10 минут должны оставаться здесь, истекая кровью. К сожалению, нашей съемочной группе пришлось присоединиться к этому процессу. Как выяснилось, страйкбольные шарики, которые весят менее одного грамма, оставляют вот такие следы. Если же в раненого снова попадают шариком, он признается убитым. Идет в так называемый «мертвяк» и отсиживается там еще 10 минут. Затем игрок снова оживает и может возвращаться к бою. Страйкбол – это стратегическая игра. У каждого командира своя тактика. Сейчас «синие» – это бойцы Северной Кореи – собираются штурмовать базу противника. Анти, давай, давай, бегом. 9 минут до контрольного времени. Анти, проверяешь, если все в порядке, возвращаешься назад. Командир очень рискует. Отряд проигрывает по численности. Но риски, как известно, на войне могут быть и оправданы. И вот уже остается несколько минут до начала схватки. Цепочку построили. Все, идем. Все давим огнемой мощью. Не залипаем. Чисто огнем туда. Все, пошли. Добрый. Выжил. Желтым все-таки удалось отбить точку. Синие потерпели большие потери. Многим пришлось отправиться в «Мертвяк». Там и делились впечатлениями. Захват не удался. Какие тут, может быть, ощущения? Бежишь такой, ни хрена не понимаешь, очки из-за потери. Командир говорит «Вперед, вперед, вперед». И тебя убивают все. Все ощущения. По итогам игры дневной фазы победу одержала Южная Корея со счетом 23-11, а в ночной «Синие» оказались первыми. Счет 32-19. По правилам, баллы не складываются, а значит, в итоге победила дружба. Собственно, этого, наверное, и добивались участники. Ведь… Страйкбол – игра друзей! Нина Сардейск, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.